Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Я достаточно долгое время не выходил с новыми видами на свой канал. Объективная причина – приехало сразу несколько людей в Омаха, занимаясь решением моих вопросов, и времени на блогерскую деятельность практически не осталось. Однако, буквально, ну вот, несколько дней назад, в мене недели, произошло событие – крушение Боинга в Ростове-на-Дону. Событие скорбное, и чем дальше проходит время, тем больше оно вызывает вопросов. Для начала я хотел бы принести соболезнования семьям и родственникам и близким погибших, потому что тема реально скорбная, и я считаю, что очень зря, что многие блогеры кинулись освещать эту тему, высказывать какие-то свои комментарии. Погибли люди – это самое важное, а что произошло и почему произошло, и что ложь, что вымысел, что правда – это уже второстепенно. Погибли люди, и это крайне плохо. Дай Бог, чтобы никого из зрителей моего канала не коснулось подобной катастрофы, и что все были у вас живы. Тем не менее, вначале я пропустил через себя, потому что самолеты действительно иногда падают, но потом, когда я стал смотреть на те видео, которые опубликовали в интернете, на ютюбе сначала одно, потом второе, возникло очень много непонятных вопросов, крайне непонятных. Когда я попытался собрать дополнительную информацию, вопросов стало еще больше добавляться по поводу этого самолета и вообще ситуации. Я просто хочу высказать свою беспокойность и просто озвучить те вопросы, которые у меня крутятся в голове. Основы своих заключений я делаю только на основании того, что я увидел своими собственными глазами, то есть фотографии и, собственно говоря, видео. И та информация, которую любой из вас может почерпнуть в интернете. Соответственно, на основании этого я сделал какие-то выводы. Любой человек может также просмотреть это и поставить под сомнение некоторые официальные точки зрения. Итак, что мы имеем? Мы имеем две любительские записи, которые были сняты с каких-то камер видеонаблюдения. Мы не имеем ни одной официальной записи с видеокамер в аэропорту. Это первое, что вызывает вопрос. Вообще любой аэропортер оборудован огромным количеством камер наблюдения. Даже банальная какая-нибудь шаурма, там, не знаю, какой-то коммерческий ларек и то там крепят, как правило, камеру. А тут аэропорт, режимное предприятие. Ни одной видеозаписи общественности предоставлено не было. У меня большая просьба к тем людям, которые живут в Ростове-на-Дону и как-то связаны с аэропортом или хотя бы могут мимо аэропорта проехать. Проедьте так чисто ради прикола. Посмотрите, есть ли видеокамеры, которые бы смотрели в направлении вот этой взлетной полосы, где произошла вот эта катастрофа. Чисто так для себя сделайте вывод, есть ли видеокамера или нет. Потенциально могла ли вестись эта видеозапись, и если она велась, то почему ее никому не показывают. Это первый вопрос. Вопрос второй по поводу фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Когда начинаешь искать материалы сети, вбиваешь в гугле авиакатастрофа, вбиваешь временной поиск, появляются какие-то фотографии. Именно какие-то. Как профессиональный фотограф я могу сказать так, если я снимаю какой-то материал, если что-то вокруг меня вообще происходит, я выскативаю из машины, машину бросаю на обочину, если реально что-то интересное, какой-то горячий материал, будь то пожар, вы уже видели на моем канале, даже самолет, который у нас в Омаху упал. Я одной рукой, ведя машину, могу достать фотоаппарат, который всегда со мной мыльница, иногда со мной профессиональная зеркалка. Да что угодно, телефон. И я снимаю до упора, пока не закончится память. Снимаю полностью. Есть у меня какой-то платный заказ, я снимаю какой-то репортаж, снимаю объект недвижимости, машину на продажу, да что угодно. Я могу снимать столько, сколько надо. То есть, если репортаж, то количество снимков измеряется уже десятками гигабайт. Если репортаж. Потом уже сидишь и все это перелопачиваешь. Здесь же в интернете нам показывают буквально штучное количество снимков, и судя по их качеству, их специальным образом отобрали так, чтобы потом в случае необходимости можно было сказать, «Я не я, и лошадь не моя». То есть, минимум информации эти снимки содержат. На них, если посмотреть, вообще ничего не понятно, что это, самолет, не самолет, обломки, что это за обломки, какие обломки, чего, как, куда. То есть, снимки подобраны так, чтобы дать зрителю как можно меньше информации, для того, чтобы потом, видимо, в будущем можно было иметь какое-то поле для варьирования, чтобы давать те или иные комментарии этим снимкам. Это чисто мое мнение, как фотографа, потому что, если бы произошла такая катастрофа, если бы, как бы, были допущены профессиональные фотографы именно для освещения вот этого всего, количество снимков и их качество было бы несколько другое. Здесь идет речь скорее о том, что информация закрывается. Вот. Это второй нюанс. Наконец, непосредственно по тому, что я увидел. Вначале рассказывали о сложных погодных метеоусловиях, о том, что самолет заходил неоднократно на посадку и хотел сесть. На первом и на втором видео ясно видно, под каким углом заходит самолет. Под таким углом резким, еще раз посмотрите сами это видео, самолеты на посадку не заходят. Субтитры создавал DimaTorzok под таким углом самолеты или падают, или как во время Второй мировой войны Камикадзе их направляли в направлении авианосцев или каких-то еще объектов. Под таким углом самолеты никогда на посадку не заходят. Речь идет о том, что самолет конкретно летел вниз. Это если мы говорим, что именно снимок и вот это видео, оно как бы показывало какой-то реальный самолет. Большинство блогеров сейчас стоят вообще под вопрос, а был ли вообще этот самолет и упал ли он именно в Ростове-на-Дону, не является ли все это какой-то мистификацией и попытками сделать имитацию для того, чтобы скрыть реальное место и реальную причину исчезновения самолета, гибели его, экипажа, и соответственно почему это было сделано так достаточно грубо. Пока что это больше напоминает конечно подделку. То есть если официальный источник утверждает, что самолет не мог зайти на посадку в силу метеоусловий, то почему аэропорт не закрылся? Почему не было со стороны диспетчера объявления о том, что аэропорт закрывается по метеоусловиям? Если этот самолет не мог зайти на посадку. Вот это первый вопрос. дополнительный, скажем так. Потом что у нас еще? Два часа летать или сколько кругов он там делал, выжигая топливо. Все это время наверняка велись радиопереговоры с диспетчером, которые тоже пишутся. Где эти переговоры? Не обязательно для этого разыстрелить черный ящик. Как правило есть у диспетчеров специальная аборатура, в которой все переговоры диспетчеров наземной службы с авиатипажами фиксируются для дальнейших разборок полетов. Когда самолет столь долгое время крутится вокруг запланированное место посадки, по-любому это все должно быть зафиксировано. И вдруг появляется версия какой-то умный эксперт когда появился второй соответственно видеоролик короткий начинает умно говорить, что у самолета заклинили рули высоты. Соответственно то же самое если бы рули высоты были заклинили и соответственно самолет сваливается в неуправляемое падение на пленках которые фиксируют переговоры с диспетчером это должно быть по-любому зафиксировано потому что я знаю по себе если ведешь машину у тебя вдруг какая-то неисправность пусть даже секундная ты вслух так или иначе бросаешь какие-то лептия тем более это касается профессиональных пилотов которые вслух проговаривают все что происходит с ихней машиной это обязательное условие для того чтобы в случае каких-то проблем у людей на земле остались записи которые по которым можно бы восстановить что с самолетом произошло то есть тоже это не выдерживает никакой критики вот эта версия что заклинили рули ну и наконец вот эта видеозапись вторая когда самолет вот так как бы ну в не то что в профиле в анфас летит и падает пусть там даже несколько секунд но самолет когда летит даже в режиме хоть посадки хоть полета он снабжен определенными лампочками такими проблесковыми вы можете вы можете сами эту запись посмотреть самолет летит и ничего на нем не мигает то есть как правило эти лампочки располагаются по краям крыльев в носу и в районе хвостового оперения и самолет так перемидливается даже вот этих нескольких секунд даже вот этих нескольких секунд было достаточно чтобы хотя бы один такт вот этих вспышек на экране был бы виден вот на вашем мониторе к сожалению ничего мы этого не видим такое ощущение что это какая-то дешевая компьютерная анимация вот ну и как правильно сказал там один блогер который один из первых поставил под сомнением достоверность вот этих вот видеоматериалов на самом первом вот видеоизображении если проследить траекторию падения самолета и потом в каком месте возник взрыв нестыковка получается самолет упал в одном месте произошел взрыв в другом месте вот это как бы я описал то что я увидел и что у меня вызвало недоумение вот я внимательно буду следить дальше за развитием вот этого сюжета со своей стороны могу только дать совет существует специальный ресурс описание я его дам под описанием видео где любой желающий с домашнего компьютера может зайти и посмотреть перемещение любых авиарейсов то есть вы спокойно можете не выходя из своей квартиры если знаете что ваши близкие летят куда-то за границу на какие-то большие дистанции просто сесть и проследить все ли в порядке у них потому что мне кажется что в условиях текущей реальности спасение утопающих дело рук самих утопающих если хотите знать истину значит вам придется эту истину самостоятельно копать и соответственно самостоятельно ее контролировать вот так что если вы хотите знать что происходит с вашими родственниками на самолете значит вам придется дома сидеть и смотреть как этот самолет отображается на вот этом сайте это общий мировой такой глобальный сайт где отображаются Практически все гражданские авиарейсы Все они маркированы И по каждому ведется информация То есть видно откуда он вылетел, куда летит И его текущее перемещение При желании можно установить даже Программное обеспечение, которое будет Записывать Всю видеоинформацию с вашего монитора В отдельный видеофайл Если вы не можете сидеть лично Все это время и наблюдать За самолетом и соответственно На всякий пожарный случай Ну это как бы вот такая вот мера Я наверное со своей стороны Напишу техподдержки Этого сайта Не сохранилось ли у них случайно Каких-то не знаю Кэшированных записей За тот день Когда произошла эта катастрофа Скорее всего я подозреваю Что получу ответ нет Но как мне кажется Подобный ресурс Как раз и предназначен Для того чтобы Вот эта информация где-то на серверах Фиксировалась и хранилась Вот Так что ну посмотрим Запрос я могу конечно направить Попытка не пытка Посмотрим что из этого получится Ну и наконец О версиях Самой наверное Правдоподобной версии На текущий момент Мне кажется что Катастрофа реально Произошла с этим самолетом Но она произошла в другом месте Учитывая что это Авиакомпании Аэр Дубай Вполне вероятно что Самолет пролетал Над зоной боевых действий Или рядом с этим И его могли По ошибке А может быть умышленно Сбить Вот Учитывая что Здесь затронуты интересы Как непосредственно Арабских Эмиратов Которые Являются Поставщиками нефти И контролируют Цены на рынке Так и Россией Я думаю В срочном порядке Было Продвинуто совещание На основании которого Срочно было Принято решение Что Будет Сделана Вот такая вот Имитация С тем чтобы скрыть Реальное место Катастрофы С тем чтобы От Арабских Эмиратов Отвести Подозрения Вполне вероятно Что Какое-то Расследование Может быть И будет Проведено Но мы Про это Не узнаем А вот Останки Подгибших Скорее всего Втихаря Вот с этого места Катастрофы Будут Доставлены Уже Непосредственно На территорию России И в нужный момент Их предъявят Родственникам Вполне вероятно А может быть Даже и не предъявят Ну Скажем так Будет сделано Примерно Таким образом В обмен На что Вообще Была затеяна Эта игра Скорее всего Речь идет Опять же О цене На нефть На нефть Для чего Все это Делается Радские Эмираты Являются Поставщиками Нефти И скорее всего Российско-Кремлевское Руководство В обмен На то Что оно Будет играть Вот в эту Стабилизироваться Я вышел в эфир По этой теме Только потому Чтобы Мои зрители Задумались О том Действительно Что им вообще Действительно Показывают Вот Ну и соответственно Предприняли Какие-то Свои собственные Шади Вот По Обеспечению Своей собственной Персональной Безопасности В случае Авиаперелетов И так далее И тому подобное Вот Мир и здоровье Вашим близким И чтобы Сия чаша Вас не коснулась Хорошего всем дня Продолжение следует...